В Екатеринбурге, в самом сердце миллионника, на площади пятого года, под стенами каменного извоения Ленина, посредь бела дня прошло мощное двухэтапное шоу с условным названием «Эсеры против Якоба». Официальный митинг, на который пришло порядка полутора тысяч человек, был организован Справедливой Россией. И эсеры открыто призвали к отставке главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Якоб, уходи! Якоб, уходи! Якоб, уходи! Справедливые россияне здраво понимали, что такую глыбу, как Якоб, одним митингом не свалишь. Но их задача сводилась к тому, чтобы митингующих с помощью, естественно, СМИ услышали в вышестоящей инстанции губернатор и даже президент. Послушаем главного организатора митинга, антиякобинцев, Александра Буркова, депутата Государственной Думы и лидера Свердловских СССР. Основная претензия к существующей команде Серого дома и к Якобу, что та система, которую они создали уже десятилетия, она функционирует. Система управления городским хозяйством, которая работает в интересах не большинства жителей, а в интересах группы финансовых спекулянтов. И парадокс в том, что в прошлом году Екатеринбург проголосовал за нового мэра. Но мы видим старую систему управления городским хозяйством и старых управленцев. А новый мэр сегодня ничем не управляет и его права голоса нет. Мы хотим, чтобы мнение народа было услышано и эта власть должна уйти в лице господина Якоба и его команды. Нам нужно внимание сегодня федеральных структур, президента Российской Федерации, премьер, министра России, для того, чтобы они знали, что происходит в городе, в городе-миллионнике, где по сравнению с другими городами-миллионниками самые высокие цены на транспорт, на жилье, самая высокая стоимость коммунальных услуг, самая высокая стоимость квадратного метра и самая высокая стоимость на продукты питания. Простые люди, участники антиэкабинского митинга, довольные тем, что их выслушивают СМИ, навалили главе администрации целую гору претензий. В общем-то, ничего нового не сказали, по крайней мере, с точки зрения человека, всю жизнь прожившего в Свердловске и Екатеринбурге. Все предъявы в основном касались бабла, про духовные запросы никто не вспомнил. Ну там высокие тарифы ЖКХ, высокая цена на проезд в транспорте, душераздирающие очереди в детские сады, точечная застройка, грязь, полный отрыв от простого народа, ну и все в таком духе. Перечислять это грустно и уныло. Нотку веселости, да не одну, привнес в этот многородный крик боли и отчаяния певец и композитор Александр Новиков, который порадовал публику самой патриотичной для Екатеринбурга композицией из своего первого альбома, которому в этом году стукнет 30 лет. Пришли объединиться для того, чтобы добиться этих перемен в самое ближайшее время. Город древний, город длинный, имя реки Екатерины, наше ствол тюрьмы старинной, здесь положен бухой Е. Александр Новиков уже сказал, что повлияет, значит повлияет. Еще более весело стало во второй части марлезонского балета, когда эссеры, депутаты разных уровней думствования, после митинга пошли в мэрию, чтобы, значит, вручить свои анти-якобинские транспаранты своему визави, то есть самому Александру Якобу. Но случилось закавыка. В мэрии начался обед, и депутаты с активистами и СМИ натолкнулись на стену непонимания мэрской охраны. Казалось бы, задача перед ними стояла элементарная. Ввиду отсутствия самого обедающего Якоба, войти в его кабинет, оставить транспаранты на память о митинге и уйти. На все про все ушло бы не более минуты. Но упертые охранники затянули процесс дания возможностей. Чем, прям скажем, порадовали СМИ, превратив унылое ношение плакатов на ножках в полноценное шоу с криками и даже истериками. Хотим мы здесь расписаться, поставить подписи и оставить у него в кабинете. Это наше право. А вы нас туда сопроводите, пожалуйста. Вы нас туда сопроводите, а мы оставим ему подпись, чтобы он радовался, приходя на работу и видел каждый день здесь подписи горожан и депутатов. В какой-то момент простой рядовой охранник, сторож конкретной двери, понял, что перед ним реальные депутаты и, пораскинув мозгами, разрешил им пройти. Но СРМ было мало просто занести транспаранты. Им было важно, чтобы это все зафиксировали видеокамеры. И депутаты впряглись за журналистов. Дескать, по закону о СМИ. Те имеют полное право бродить по мэрии, где вздумается даже в кабинете сити-менеджера. Охранник конкретной двери был вынужден вызвать подмогу в виде старшего по этажу. Этот деятель стал объяснять, что закон о СМИ, это закон о СМИ, а у них тут свой протокол поведения, и журналисты без приглашения в кабинет якобы зайти не смогут. Апофеозом этого массового недопонимания стал звонок помощника депутата Ивана Волкова в ГУМ ВД. Дескать, тут какие-то псевдотеррористы захватили мэрию и не пущают депутатов из СМИ. Мы находимся в администрации города Екатеринбурга. Здесь происходят действия непонятные, напоминающие захват администрации города Екатеринбурга. Не установленными лицами просим выслать наряд или два для выяснения ситуации. Значит, здесь депутаты находятся в законодательном собрании. Ионин Дмитрий Александрович, Жуковский Андрей Александрович, депутаты городской думы Караваев, Лобов и другие. У нас прошел только что митинг. Меня зовут Волков Иван Павлович. Мы находимся на третьем этаже Екатеринбургской городской думы. Не установленные лица с табличками режимного контроля, как в СИЗО, не пропускают сюда ни депутатов городской думы, ни средства массовой информации, которые сейчас на меня смотрят. И здесь много представителей с удостоверениями нарушают уголовный кодекс, статью 144 Уголовного кодекса. Просим выслать группу быстрого реагирования. А кто принял? Крепинин. Крепинин. Спасибо, ждем. Коль скоро речь зашла за журналистов, пришлось на разрул конфликтной ситуации вызывать пресс-секретаря мэрии Дениса Сухорукова. Он явно был не готов к такому интенсивному натиску. Сухоруков, ты что не отвечаешь на телефоны, а? Слышишь Сухоруков? На комментарии дадим. Слышишь комментарии? Я руководитель информационного агентства Раунфор беру. Мы до вас, так сказать, не можем три дня дозвониться лично. Вы трубки скидываете. Сейчас вы предлагаете прессе, как говорится, пройти куда-то? Конечно, пойдем. Да? А что же вы такое разговорчивое ставите? Пойдемте, пойдемте. Да? Нет, давайте здесь поговорим. Здесь душно, некомфортно. Мы нормально, мы привыкли работать здесь. Мы здесь будем работать. Нет, нужно выйти. Нет, не нужно выйти. Пресса здесь, вы сюда пришли в прессе? Вот разговариваю. Вы сюда пришли, нет для пресс-службы вашей. А для того, чтобы поставить обращение, гласите в бюджет. Пожалуйста, есть отдел обращения на граждан, там можете его оставить. Мы его здесь оставим. 102 кабинет, вы как депутаты имеете право зайти. Вам никто не противодействует? Нам противодействует. СМИ, к сожалению, зайти не сможете, потому что для СМИ есть... Свой регламент взаимоотношений есть. Пресс-секретарь предлагал дать СМИ комментарий по любому поводу, но ему вдалбливали, что комментарий не нужен. Необходимо всего лишь войти в кабинет сити-менеджера. Денис Сухоруков оказался не способен решить вопрос такой степени компетенции. Пришлось вызывать вообще самого главного охранника мэрии. Крепкий мужчина включил не то чтобы смирение и кротость, но скорее здравый смысл. Он понял, что это шоу, снимают несколько камер. И упертость в данном вопросе играет явно не на пользу охране и вообще не на авторитет мэрии. То, что на митинге некоторые говорили о том, что городская власть закрылась от народа, но тут получила наглядное подтверждение. И главный охранник позволил нескольким депутатам и одному видеооператору зайти в кабинет и исполнить задуманное. И действительно на занос транспарантов ушло не более минуты. После чего радостные антикабинцы покинули помещение и даже пригрозили мэрским охранникам уголовным преследованием. А когда антикабинцы вышли из мэрии, на вызов Ивана Волкова прибыли таки полицейские в сферах и брониках. И так и не поняли, что за кипиш, где террористы, захватившие мэрию. В общем, как и предполагалось изначально, ни митинг, ни возня под дверью кабинета якобы ожидаемых плодов не дали. Александр Эдмундович вернулся с обеда в свое высокое кресло и продолжил трудиться на благо стольного и ординоносного града Екатерины. Ну и, конечно, любоваться занесенными с таким трудом транспарантами. Якоб, уходи! Якоб, уходи! Якоб, уходи!